Добрый день, дорогие друзья! Рада нашей встрече в эфире телеканала «Союз». Эта программа «Есть что сказать». Меня зовут Надежда Калинина. И в нашей студии мы продолжаем разговор о духовной музыке и рассказывает нам о ней Игорь Пискарев, артист симфонического хора Свердловской филармонии. Игорь, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, в репертуаре хора есть духовная музыка, занимает она довольно-таки большой такой кусок всей вашей программы. Расскажите о ней. Ну, на самом деле, сказать, что коллектив поет очень много духовной музыки, наверное, ничего не сказать. Мы, возможно, перепели практически все, что есть из духовной музыки, духовной музыки. Ну, конечно, основное место в репертуаре – это занимают хоровые произведения Чайковского, Чеснокова, Бортнянского, Архангельского, Архманинова и множество других концертов, простите, композиторов. И зарубежных в том числе тоже? Зарубежных, конечно, конечно, да. Что вот вам ближе всего, больше всего нравится из этого репертуара? Все по-своему хорошо. Все. Ну, каждая музыка, она по-своему хорошая. Стараюсь открывать что-то хорошее в каждой музыке. Ну, конечно, могу выделить Всевышнение Архангельского, как такая для меня пока самая вершина. Ну, уже не только для вас, я думаю, вообще для мировой музыки. Да, для мировой музыки, конечно. Конечно, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я, наверное, ничего не скажу больше. Субтитры создавал DimaTorzok У нас недавно вышло два диска. Мы записали на бельгийской звукозаписывающей студии. Нам помогла записать два диска. Вы можете найти их на цифровых площадках. Это русский хоровой концерт, первый диск. А второй диск – «Великая музыка малых форм». Я думаю, можно начать с этого послушать и уже определитесь для себя, поймёте, что вам ближе, и уже в таком направлении будете, как говорится, идти, двигаться. Вот произведения духовного содержания, мне кажется, их исполнение требует определённого состояния души. Как вы настраиваетесь? Так и есть. К таким произведениям нельзя подходить просто формально. Тогда они теряют свою красоту, свою душевность, духовность. Как я настраиваюсь? Я провожу внутреннюю работу, осмысление, проживание внутри этого текста, этой музыки. И когда эта работа происходит, и, можно сказать, на пике этой работы, уже и получается качественное исполнение произведений. Важно же ещё понимать текст на церковно-славянском языке. Скажите, вы его как иностранный выучили или всё-таки понимание есть? Нет, нет. Я очень давно пою на церковно-славянском языке. Он для меня уже почти родной язык. И также хочу отметить, что многие наши артисты, они так или иначе служат в церкви, поют в храмах очень продолжительное время. И поэтому они очень хорошо владеют и языком, и смыслом, который скрывается за этими текстами. И мы с таким подходом осмысления текста и исполняем эти произведения духовные. Многое лето, многое лето, многое лето! Симфонический хор Свердловской филармонии. Художественный руководитель, заслуженный театр искусств России Андрей Петренко. Вот поговорим о вашем хоре. Я прочитала, что в прессе его иногда называют хор солистов. Хор солистов такое как бы противоречивое сочетание. Вот расскажите, почему? Интересно. Не слышал такого, честно. Ну, я понимаю, откуда это берётся. Потому что у нас хор, каждый человек в хоре, он может выступать как солист свободно, спокойно. И если вы придёте на наши концерты и заметите, что на поклон выходит почти пол хора солистов, то есть пол хора, представляете, выходит на пол кулон как солисты. И я думаю, поэтому такая слава за нами и закреплена. Каждый человек как на подбору, в общем, у вас. Да, каждый профессионал, который может сольно исполнять партию. А вот недавно у вас 17 сентября состоялось прослушивание в хор. Расскажите об его итогах. Прослушивание прошло хорошо. Пришло хорошо. Много людей. Но прослушивание у нас проходит регулярно, каждый год. На протяжении года у нас регулярно проходит прослушивание. И если вы хотите, вы можете связаться с директором нашего коллектива. Вся информация есть на сайте филармонии. И прийти на прослушивание. Я знаю, что мужские голоса вам необходимы. Да, нам очень нужны все голоса. В частности, мужчины. Особенно. Вот начался очередной сезон. Филармония чем вы порадуете слушателей в этом году? Ну, мы уже представили несколько программ. Из будущих программ я могу отметить, вот скоро у нас будет концерт, называется, ну, носит программное название «Достояние республики». Там исполняются хоровые произведения композиторов Советского Союза. Да, то есть это Белоруссия, Украина, Армения, Грузия, Литва, Гурсия, конечно. Вот, получается, все эти произведения произвучат в одном концерте. Но это не духовные произведения? Нет, нет, это не духовные. Духовная же музыка практически хоровая не писалась, насколько я знаю, в советский период. Это были буквально какие-то редкие… Редкие, редкие исключения, да. Вот, но это все светская, конечно, музыка. Также хочу отметить хит-коктейли, которые будут ближе к Новому году, где мы с симфоническим оркестром будем радовать вас и давать новогоднее настроение. Потом 13 января у нас будет сольный хоровой концерт, Новый год с хором, с симфоническим хором, где мы представим вам тоже интересные произведения. Программа еще составляется. Ну, в общем, тоже будем вас радовать. Конечно же, бах-фест. Бах-фест, не забывайте про бах-фест, где хор тоже будет участвовать и исполнять кантаты баха. Ну и, разумеется, из такого хотел бы отметить это «Перезвоны» Гаврилина. Очень сложная и очень стоящая музыка. А чем она вот вам лично близка, так вы ее оцениваете? Ну, мне кажется, она близка каждому русскому человеку. То есть там очень важные для русской души, русской души мотивы и смыслы. То есть, ну, это надо услышать. Что ж, обязательно услышим. Я думаю, наши зрители заинтересовались и купят билеты, а может быть и на гастроли где-то вас встретят в каких-то городах и тоже будут рады встрече с духовной музыкой, ну и с другой тоже музыкой, которую вы исполняете. Игорь, я благодарю вас за эту беседу. Дорогие друзья, я напомню, в нашей студии был Игорь Пискарев, артист симфонического хора Свердловской филармонии. А у меня на этом все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова